Сейчас мы с вами поговорим о одном из самых имбовых багов, которые есть в игре. И этот баг связан как раз таки с водой. Как можно нафармить себе громадное количество очков перемещений? У вас на экране сейчас появится картинка с максимально возможным фармом очков перемещений, то есть больше мувпоинтов скорее всего не получится сделать. Это выводили ребята опытным путем. Но даже этого более чем достаточно, чтобы Excel с подземельем карту оббегать всю полностью и успеть сделать все что вам надо. Итак, в чем заключается баг? Так, смотрите, у вас есть Айнаин, к примеру, ну не важно, любой герой, у которого есть собранный артефакт шляпы адмирала. И вам нужны какие-то артефакты, которые будут добавлять вам очки перемещения, не важно. Ну в нашем случае есть сапожки, есть перчатки, да? Смотрите, запомните, сколько у нас есть очков перемещений. Наводим, смотрим, 2400. Неплохо. Садимся в лодку. С надетой шляпой адмирала обязательно. Потому что если вы без нее сядете, у вас все очки перемещения сразу идут. Сели внутрь. Смотрите, очки перемещения у нас стали 4600. Они в воду, да, переместились. Если вы сейчас выйдете с этой шляпой адмирала, помните, да, у нас было 2400. Выходим. У вас стало 2250. То есть очков перемещений у вас больше не стало, наоборот, стало меньше, как и положено. Вы сели в лодку, встали с лодки, да? Никакой имбы нет. А теперь смотрите дальше. У нас 2250 очков. Мы садимся в лодку. Но когда мы встаем с лодки, мы одеваем любой артефакт, который нам добавит очков перемещения. При перерасчете. Ну, например, пускай это будут перчатки. Мы с вами, ребят, встаем. И каково наше удивление, у нас стало 2520. Не 2250, а 2520. То есть мы, даже бегая в лодку с лодки, получаем с вами больше очков перемещений. Если мы сейчас с вами снова снимем эту перчатку и сядем, как положено, в лодку. А потом снова оденем перчатку и встанем с лодки. Мы наводим у нас уже 2844. Вы представляете? То есть количество очков постоянно растет. Уже даже не 2500, а 2800. Если же вы не будете снимать там те артефакты, которые дают вам дополнительно, то смотрите, что будет происходить. Сейчас у нас 2844. Мы сели в лодку. Мы встали с лодки. У нас 2600. То есть, видите, у нас как бы все равно становится меньше. Поэтому фишка в том и заключается, что садиться в лодку надо без артефактов на скорость. А вставать лодки с артефактами на скорость. Причем, чем у вас их больше, тем больше вы и очков будете фармить. Вот одеваем оба артефакта. Встаем. У нас 4052 шага. Опять садимся в лодку. Снимаем все это дело. Вставая с лодки, одеваем. Итак, у нас уже 6000. Опять снимаем. Одеваем. Как мы с вами делали до этого, мы можем через Ctrl-1 сделать одну одежду. Ctrl-2, вторую, да? И тогда через единичку-двойку это все будет делать быстрее. Вот. С единичкой мы садимся. Дальше двоечка. Встаем. Опять с единичкой садимся. С двоечкой встаем. С единичкой садимся. С двоечкой встаем. С единичкой сели. С двоечкой встали. Так, вот у нас уже 61 тысяча, ребят, очков перемещений. Можно нафармить и больше, наверняка. Сели. Встали. 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 Снова сели. И снова встали. Вот у нас уже 251 тысяча. Что можно с этими очками перемещения успеть сделать, ребят? Да все, что угодно. Вы можете побегать по всей карте. Сделать полную разведку карты. Бегать везде со штрафами. Без штрафа, не важно. Отбежать все, что вам надо. Удвоить ману. Собрать все внешние жилища. На карте, которые вы только сможете найти за один день. Сможете дополнительные объекты попосещать. Сможете побегать, поворовать из-под охрана какие-то артефакты. Ящики Пандоры и так далее. Лагерь беженцев можете посетить, тоже выкупить. Дополнительных героев покупать. Если есть города, которые вы можете пробить, вы их тоже пробьете, захватите на карте. Соперник будет долго ждать и не понимать, что вы столько времени делаете. А потом вы можете прийти с кучей армии в этот же день и просто убить оппонента. То есть вы же захватываете здесь города, да? Вы можете здесь искупаться. Например, вот это нам не надо. Мы лучше возьмем, например, 8 гогов, да? Причем это можно делать в первый же день. Так, ну, например, в этом городе мы зайдем, построим с вами эльфов. Купим эльфов, например, на хоббитов поменяем. Зомби, кстати, нам не нужен, мы лучше... А, ну, хотя, в принципе, у нас очков перемещений маловато. Ладно, ну и, например, вы вот так вот побегали по всей карте. Очки перемещения можно вообще даже не считать. Кстати, все шахты тоже по карте можно побегать, позахватывать. Почему нет? А потом приходите, забираете город соперника. Он всегда пустой в первый день, например. После чего можете продолжать бегать дальше. Ну, здесь у соперника армии больше вам смысла атаковать нет. Все бонусы можете пособирать. Всю халяву там в виде ресурсов, которые лежат, вы тоже можете позабирать и так далее. Ну, то есть, этот баг, против которого, ну, просто нереально соперничать, конечно. Но для того, чтобы этот баг повторить, необходимо, чтобы у вас были перчатки или сапожки. И необходимо, чтобы была вода. А я вам скажу, что обычно, даже при генерации случайной карты, в одном из углов карты, обычно это нижний правый угол, есть одна клеточка с водой. Благодаря этой одной клеточке с водой можно подойти к этой клетке, призвать корабль. И если у вас есть собранная шляпа адмирала и перчатки или сапожки, вы можете нафармить себе огромнейшее количество очков перемещения. Вот мы с вами бегали, бегали, кучу всего перебегали, у нас с вами еще 225 тысяч очков, которые просто даже некуда девать.